Хотел на этом видосик закончить, а тут дальше я читаю. И как говорится, не в бров, а в лаз. Пишет. А как раз ниже Валентины Маценко. С Новым Годом, Геннадий Петрович! Поскажите, на днях я капал в нос на зевин из-за соплей. Все хорошо размягчилось и сопли вышли. Но нос стал пустым и стал дышать легко. То есть вот как раз тут капал для того, чтобы не было соплей. Однако, однако, произошло то, что пропал полностью запах и частично вкус. Но все потом появилось ощущение сухости и при вдыхании было не очень приятное ощущение, будто холодный воздух раздражает все там внутри. А выходя на улицу на свежий воздух, морозный, вообще при вдыхании казалось, что я дышу химикатами. Аж чуть не тошнило такого запаха. В итоге вычитал, что для восстановления носовой слизистой, который, видимо, повредил каплями. Используя их часто, плюс, возможно, из-за сосудосужущего эффекта пострадали рецепторы в носу. В общем, для восстановления нужно капать оливковое масло. А если вы не брызли, вы покапаете туда мочу, попромывайте мочой. Одно из лучших средств для восстановления слизистых оболочек. После нескольких раз закапывания масла действительно стало легче дышать. А уж нос не так сильно раздражается при вдохе. На улице пропал эффект химического воздуха. Даже немного я стал чувствовать запахи еле-еле. Например, у меня много эфирных масел. И я стал слегка чувствовать и ланхи, ланхи, лаванду. А также прислоняясь к шерсти и вдыхая, тоже чувствую немного запах шерсти. Можете ли вы что-нибудь посоветовать в этом случае, как быстро восстановить слизистую ночью и восстановить обоняние? Совет дан по ходу чтения этого письма. И вот такая вот вещь, вот такие вот лекарства. Я сам применял, прошел через это. Только тут что там у нас было? Називин. А это что-то наподобие называлось. Да, высушил себе оболочку, то есть все. Нос вроде бы задышал. Запах пропал. И вдобавок еще появился гайморит. То есть сопли хоть сюда выходили. А не выходя сюда, они забили голову. И потом, когда я начал все это дело очищать и выходили с меня вот эти вот все штуки, сопли эти, запаха, вот этого. Вот о чем я говорю. Что, а что, более других нету методик, кроме вот такой вот, которая нам рекомендуется. И которая дает вот такие последствия. То есть все есть в большой круг. И чем больше вы знаете, тем больше понимаете. Ага, используйте то, используйте это. По крайней мере, получили прекрасный опыт. Что надо что-то искать, нечто другое. Допустим, от того же насморка. Не использовать слизообразующие продукты, для которых понятие слизообразующие продукты. А разве такие бывают продукты? Вот оно в чем. Чтобы не быть таким глупым и не причинить себе вреда. И там, где, если уж так скажем, и там, где уж официально медицина, вот официально все так, раз, 100% без всяких осложнений лечит, великолепно. Значит, пользуемся ей. Но там, где мы не работаем, значит, ищем средства, где они работают и без всяких последствий.